Рукоева, легкая весовая категория, по 20 лет спортсменам, оба рукопашники, базовый стиль у них, именно этот вид спорта, рукопашный бой. И один представляет Ставропольский край, второй Чеченскую республику, население Курчулой, бойцовский клуб Ахмат Туркоумаев. Первый раунд. Начинается поединок, и здесь мы можем ждать от бойцов, как и работу стойки, так и в партере. Но, наверное, все-таки больше на ударную технику они будут нацелены. Очень активно начинается поединок, удается перевести в партер своего соперника, нашему бойцу. Хотя, за эту позицию борьба, она до сих пор продолжается, то один, то другой ее занимает. Ох как, освобождается. И тем не менее, влажный, что мы стреляем. Ну, снова, снова контроль осуществляет именно чеченский боец. Сверху он находится. И... Вяжет его Беслан. Освобождает одну руку наш боец. Тут же наносит удар. Пытается Хашуков уйти на... Выйти на болевой. Но вырывается из замка своего оппонента наш боец. Туркоумаев. Опять очень энергозатратный поединок. Мы наблюдаем много сил. Вот именно вот в подобных ситуациях тратят спортсмены. Гораздо больше, чем работают в стойке. Потому что здесь постоянно вяжут. Постоянно нужно вырываться. И это отбирает очень много физических сил. Хороший акцентерный удар на нос Туркоумаев. У него очень тяжелые руки. Хорошо поставлены руки и ноги. Ну, мы видим, что сейчас идет борьба. Бои в борьбе. Зельман, вот как уже было сказано, что планируется в этом, скажем так, год-два раза, да, проводить подобные турниры Курчулой. Когда ожидается следующий? Ну, так мне стало известно, что первый турнир будет весной. Ну, когда уже потеплеет. Также на улице, да? Это будет особенность, наверное, этого турнира? Так как для проведения такого масштабного турнира у нас там нету такого большого заведения или здания. Ну, приходится. Ну, в принципе, на улице тоже достаточно неплохо. Да, там центральный парк, все приезжающие останавливаются, смотрят этот турнир. Людям интересно. Все были довольны этим турниром. Много там детей, подростков, возраста. Самые младшие тоже там. Очень много молодежи собралось. Женщины даже в возрасте. Ну, тоже пришли посмотреть, поболеть за нас еще. Умаев очень активно работает в позиции гарда и пытается провести добивание. Опять-таки акцентами удары. Да, получается они где-то, а где-то и нет. Обороняется активно. Хашукоев больше ни на что пока что у него возможности. Больше других каких-то действий провести возможности у него нет. Нужно ему в первую очередь сейчас постараться связать нашего бойца и дождать, дотерпеть до конца раунда. Вот хорошее попадание снова и снова. Терпит пока что Хашукоев. Сюда достаточно мощные удары в лицо ему прилетели. Да, думаю, недолго придется терпеть. Так как все равно эти мелкие попадания берутся и... Здесь было несколько и не просто мелких, а действительно очень хороших таких ударов. Девять секунд доставалось до завершения этого первого раунда. Вот только добиванием берет этот бой, этот раунд. Да, все-таки сумел добить наш боец своего соперника Турко Умаев. Владел он преимуществом и все-таки использовал его. Достаточно много ударов у него проходили. И в итоге судья остановил поединок на последней минуте первого раунда. Одержал боец клуба Ахмад из Чеченской республики Турко Умаев. Что ж, поздравляем Турко Умаева. У нас впереди остается еще четыре поединка. Ваши аплодисменты его сопернику. Веслану Хашипе...